Поэтому, ну как говорят, страна откуп какой-то иностранцам отдана, украинец не имеет права в своей стране занимать никакую должность. Для того, чтобы занять высший пост в государстве, самое главное, не быть гражданином Украины. Ну что это такое? И вы мне говорите, из-за кого я буду... И называют какие-то фамилии, Сторч, Браун, Шмаун, да нафига они мне нужны все? Я когда увижу там нормального человека, я с удовольствием за него проголосую. Это все игры патриотов, да? Что значит? Я вообще не понимаю. Они же рассказывали, что они самые патриотичные в мире, да? Ну скажите, патриоты, блин, которые поют гимны без конца, имеют право украинцы занять в своей стране пост какой-то? Вы видели в Америке, чтобы украинца нанимали на аудиторство? Нет. Почему? Потому что они самая уважающая себя страна. Вы видели когда-нибудь, чтобы в Америке там зачитывались, что вот посол такой-то нам то предлагает, посол этот, этот, что это за... Нам не надо никого слушать. Нам нужны про-украинская оппозиция, еще раз, 15 раз рассказывать. Поэтому это все игры патриотов. Я вообще не понимаю, о чем разговор. Ну и есть набои, есть. Какая вам разница? Оно арестовывает сегодня этих паразитов. Ну и пусть продолжает арестовывать. Чего к нему привязывались? Как вы думаете, что тогда разделилась оппозиция и коалиция, что до этого вопроса. Одни из торчей поддерживают, и другие брауны. А про что это может свидетельствовать, когда так делятся... Да, потому что воруют сейчас и боятся. А вторые начинают думать, что их не коснется. Это вот и все. Послушайте, ну, я вчера говорил цифру, которая, на мой взгляд, ставит вообще конец на всей этой системе. У нас в бюджете заложено 7 миллиардов поступлений от коррупции, то есть которые они у коррупционеров отберут. У нас созданы 20 органов, которые сами тратят 4,5 миллиарда. 7 добывают, 2,5 плюс. Дальше, они вчера объявили, 163 тысячи они забрали за год всех средств. Но это же позор какой-то. Значит, они сожрали 4,5 миллиарда. Ничего. 167 тысяч со всех вот этих рассказов про огромные аресты, про все. Ничего. Ноль. В стране полностью закончена борьба с коррупцией. Ее нету просто. Есть имитация, понимаете? Они импотенты во всем, к чему прикоснуться. Ну, у них ни мозгов, ни рук, ничего. Ну, что я могу сказать? А вы спрашиваете, за кого я буду голосовать? Не буду я голосовать ни за одного, ни за другого. Я буду голосовать тогда, когда мы в своей стране будем назначать граждан Украины на посты государственные в стране. А то, смотрите, паспорт, они говорят, надо иметь. Нельзя иметь два паспорта, даже тот, кто с Канады приехал, вернулся в страну. Почему? Потому что у него военная тайна, да? А этот, аудитор Набу, имеет право? Имеет право. А Супрун имеет право. А все эти уехавшие до Канаидзе, с Гуладзе, которые развалили своими паспортами, они же не с украинскими ехали, а врали здесь одно и то же. Поэтому у нас одно для одних, для своих, знаете, а для этих ничего. Вот и все. Международный валютный фонд відтермінував черговий транш для Украины. Как вы думаете, чому? Международный валютный фонд играет в одну игру со всем остальным западным миром. Мы не выполняем условия, мы не стоим на карачках, да, это я мягко сказал. И поэтому я думаю, что они больше не дадут денег в ближайшее время. Потому что они хотят, чтобы Украина брала деньги только на одно. На уничтожение собственного народа. Вот лес вырубайте, берите деньги. Что еще там? Все, что там... Пенсионеров забирайте. Вы не выполнили требования. Какое? Не убили всех пенсионеров? Международный валютный фонд должен объявить преступной организацией, которая на Украине не имеет права работать. Долги не платить ни в коем случае. Это долги разворованы. Не может, еще раз говорю, не может человек в нормальной структуре тебе советовать убить свой дом, убить своих стариков, убить свою землю, выруби свой сад. Это паразиты. Повязывают даже с блокадой такую затримку, я думаю, что можно так делать? Это все одно и то же. Они не нравятся. Я не знаю, мы про блокаду отдельно говорим, потому что блокада это вообще отдельная тема. Утром нам объявляют, что блокада убьет Украину, а через два часа она единственный выход из Украины. Что это такое? Мы зашли в жесткую систему шизофрении. Когда, знаете, весной всегда обострение происходит. В психиатрической клинике, ну, всегда много клиентов, потому что, ну, авитаминоз влияет на все. Вот у них поголовный авитаминоз на все. Потому что то, что они творят, ну, просто уже на разум. Я даже не хочу, у меня у самого уже от них авитаминоз будет. Спасибо.